Эй, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись в мир моими глазами и сейчас смотрим на очень счастливую Нору. Дело в том, что в прошлой серии Артуру и Кетри нужно было поехать в свой старый коттедж. И они решили взять с собой Хейли, Конора и Нору. И как только они приехали в этот коттедж, Хейли и Конор сразу же отправились отдыхать, а Нора решила пойти поплавать, хоть уже на часах и в 8 вечера. И мне кажется, что уже нужно возвращаться домой, но Нора никак не может вылезти из воды. Наконец-то она сможет поплавать в таком вот очень красивом месте. И давайте-ка все-таки посмотрим, кто у нас тут гуляет в округе. Хотелось бы, конечно, завести новых знакомых. Может быть, мы действительно сможем здесь найти какого-нибудь классного друга и затем будем ездить к нему или к ней в гости. Но я думаю, что давай-ка будем потихонечку выходить. Нужно, конечно, сбегать, проведать Кэтрин, Артура. Кстати, как у вас дела? Мне казалось, что Артур отправился спать. Но я так понимаю, что он решил... А, вы тут разговариваете. Посмотрите, они опять ругаются? Нет, вроде бы не ругаются. Я очень сильно переживала из-за того, что в прошлой серии, пока тот же Нейтан был на работе, Джоди была на работе, детишки были на учебе, Артур и Кэтрин достаточно часто, конечно же, ругались. Какой комендантский час? Мы уехали! Мы уехали! О каком комендантском часе? Хотя, подождите. Мы сейчас как бы возвращаемся домой. И вообще нам желательно что-то сейчас кушать, потому что как только мы сюда приехали, мы сразу отправились на пляж, отправились познакомиться с птичками, познакомиться с местными жителями и даже ничего не кушали. Так, я вижу, что кто-то подходит. Нет, проходит мимо нашего дома. Я думала, может быть, какие-то соседи решили подойти и поздороваться. Бегу, бегу, бегу! Бегу! О, нет, опять они ругаются. Да почему Артур все время ругается с Кэтрин? Здрасте, до свидания. Почему они все время ругаются? У них, знаете, очень странные такие отношения. То вроде как они нормально ладят, то затем они ссорятся, то они опять мирятся. Так, пойдем вот сюда. Я вижу, что ты в прекрасном настроении, что ты у нас игривая. И это, конечно, чудесно. Но нам нужно так, проходи, подожди, проходи вон туда. Иди сюда, заходи, пожалуйста, в дом. Конечно, немного трудно управлять персонажем от первого лица, но знаете, мы с вами любим трудности, поэтому почему бы и не посмотреть, как у нас тут будет все проходить. Так, заходи, пожалуйста, идем кушать. Идем кушать, где еда? А что ты делаешь? Хейли почему-то решила подурачиться, а Кэтрин вообще не обращает внимания. Где холодильник? Вот он, наш холодильник. Так, посмотрите, какая уборка? Подождите, какая уборка? Мне холодильник нужен. Мне нужно быстро перекусить. Давайте мы йогуртом перекусим. Будем считать, что, может быть, мы с собой несколько баночек йогурта взяли. Ну и сейчас как раз сможем что-нибудь... О, у нас пицца есть. Ребята, у нас есть пицца. Надо будет обязательно скушать пиццу. Здрасте. А куда... Почему Кэтрин решила пересесть? Как-то это немного странно выглядит. Ну да ладно, решила пересесть и решила. Зато теперь я могу посидеть вот в этом кресле и покушать вкусный йогурт. Ребята, давайте попробуем с Хейли спорить о спорах. Давайте мы попробуем с ней как-то подружиться. Я вам говорила в прошлой серии, что меня, честно говоря, очень сильно напрягает, что Хейли и Коннор как-то, ну, вообще не пытаются даже как-то разговаривать с нашей Норой. Я не знаю, в чем причина, почему они не общаются, почему у них какие-то странные отношения, но я очень надеюсь, что, может быть, за вот эти два дня мы сможем как-то наладить наши отношения. Ты хочешь попеть? Давай вместе споем. Давай споем. Давайте я расскажу выдуманную историю. Мало того, что у нас сейчас с вами еще такой бунтующий характер, кстати, положить в багаж обязательно, и это будет наш вклад в будущее. Тем более, что, как вы видите, радуга стоит 121 символион. Я думаю, что у нас пару тысяч будет, когда наша Нора станет подростком, и вообще что-то мне подсказывает, что когда Нора станет подростком, через какое-то время она съедет. То есть вряд ли она всю свою подростковую жизнь будет жить со всей семьей. Но мы посмотрим, ребята, посмотрим, как у нас все будет складываться. Что такое? Почему ты боишься? Да что ж такое? Ну, почему ты переживаешь из-за пожара? Ну, был пожар, все, забудь. Все будет в порядке, все будет хорошо. Ты можешь положить в багаж, нет? Я так понимаю, что ей, ну, очень нравится кататься на этом кресле. Забирай. И давайте пойдем, может быть, поговорим с Артуром или с Кэтрин. Куда все разбежались? Куда все разошлись? Почему я вообще осталась одна? Какой уборкой? Никто нам не хочет ни с чем помогать. Мы тут сами по себе. Мы сами с собой разбираемся. Мне кажется, что они, наверное, вышли на задний двор. Давайте пойдем вот туда, посмотрим. А вдруг Кэтрин все-таки решила заняться садом, и мы как раз ей сможем помочь. Стой! Подожди, 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 подожди. Не убегай. Я хочу... Ну, давайте просто поболтаю с ним. Давайте восторгаться леденцом, скажем. Мы скушали очень вкусный леденец, когда... Когда ехали сюда. Мне очень понравился леденец, который ты мне дал. Большое спасибо. Почему Кэтрин не хочет заниматься садиком? Почему она не занимается садиком? Пожалуйста. Оскорбить? Зачем? Не надо оскорблять. Давайте мы поболтаем. Хотя бы с бабушкой и дедушкой у нас должны быть хорошие отношения. О, смотрите, какая красота. Какие звезды. Как же здесь здорово. Вообще-то, хотелось бы, наверное, полежать, посмотреть на эти звезды. Мне кажется, что здесь, ну, очень красиво. Но я думаю, что ни Артур, ни Кэтрин не будут рады, если мы сейчас спать не пойдем. Потому что 12 ночи. 12 ночи, а утром нас будет ждать сюрприз. Пойдем, моя хорошая. Меня будет ждать сюрприз? Серьезно? А какой сюрприз? А ты узнаешь этим утром. Ну все, пойдем. Ведь утром мы же получим наверняка с вами тортик. Так, давай-ка подниматься наверх. Нам нужно поднять... Какой уборкой? Мне нужно подняться... Давай-ка как-то нажмем на эту лестницу. Слушайте, ей не хочется подниматься так, поэтому давайте сами поднимемся. Я надеюсь, что мы ляжем спать, фух, на нашей кровати. Потому что, честно говоря, я, конечно, всем выдала кровать и выдала половинки места. Но вы же понимаете, иногда наши симы могут ложиться спать так, как они хотят. Кстати, вы понимаете, что дома остались Валери, Джоди и Нейтан? Вы представляете, что там может произойти? Я надеюсь, что никаких проблем не будет. Интересно, кто приготовил для нас тортик? Вот, ты тоже решила пойти отдохнуть? Ну, правильно. Правильно, с дороги нужно обязательно пойти отдохнуть. Вот видите, то, что я вам говорила в конце прошлой серии. У нас туалет находится аж вот здесь. То есть, если тебе срочно нужно в туалет, то тебе нужно спуститься вниз. И, понятное дело, что это не очень удобно. Возможно, возможно, мы здесь разместим вот тут на веранде. То есть, у нас будет не веранда, а как раз такая вот ванная комната. Но пока что не знаю, захочет Артур это делать или нет. Уже 8 часов утра, и вы только посмотрите, какой крутой торт приготовила Кэтрин для Норы. Я думаю, что мы с вами должны уже разбудить Нору. Мне кажется, что она и сама уже хочет увидеть этот тортик. Мы сейчас с вами задуем свечи и узнаем, какой же станет Нора. Честно говоря, мне уже не терпится увидеть ее, когда она станет подростком. Давайте посмотрим, как у всех настроение. У этих двоих вроде бы все окей. У Хейли тоже вроде бы все в норме. И у Конора все отлично. Ну что, ребят, давайте пойдем загадаем желание. Ты чего напряжен? А, досуг у нее низкий. У нее низкий досуг. Ничего страшного, мы с тобой пойдем сейчас гулять после того, как задуем свечки. И вообще, я думаю, что у нас будет отличное настроение. И мы с кем-то познакомимся. Может, даже в городок съездим. Но пока что нам с вами нужно выйти из мусорки. Ну что, пойдем задувать тортик. Точнее, свечи на тортике. У-у-у, отмечаем! Ура! Отмечаем! Ну-ка. Интересно, какое желание загадала Нора? Как вы думаете? О, ее телепортировала. Нора взрослеет. Так как я уже примерно знаю, чем Нора будет заниматься, когда станет старше, то я думаю, что мы можем выбрать ей черту характера. Либо же popular, либо, например, unforgettable. Я вот думаю, можно, конечно, взять еще heartbreaker. Но мне кажется, что пусть она у нас будет популярной. Ну, действительно, почему бы и нет? И теперь мы с вами должны выбрать для нее цель в жизни. Мы можем, конечно же, взять популярность, надежный сосед, главарь, мировая знаменитость, мировой друг, душа компании. Либо же мы можем выбрать что-то, связанное, например, с состоянием. Или же знаниями. Слушайте, давайте выберем знания. Я думаю, что мы можем поступить в университет и начать работать на учебу все же на первом месте. Давайте выберем академик. Она же планирует поступить в университет после того, как станет молодым персонажем. Поэтому давайте-ка выберем академик. Ну что, ребят, вы готовы увидеть нашу Нору? Понятное дело, что я только что зашла в касс, поменяла скинтон, поменяла одежду, потому что некоторые наряды были, ну, крайне странными. И сейчас мы с вами посмотрим, какой же стала наша Нора. Три, два, один, поехали! Ой, нас куда-то немножко откинуло. Возвращаемся. И теперь гляньте, какая же она миленькая. Мне кажется, что Нора очень похожа на Валери. А вы что думаете, ребят? Обязательно напишите в комментариях, как вы думаете, на кого больше похожа Нора. На Валери или же на Нейтана? Давайте пойдем скушаем вкусный тортик. Мы же с вами совсем-совсем голодные. Так, заходим внутрь. Иди сюда, пожалуйста. И я думаю, что мы сейчас всех пригласим за стол. Я думаю, что и Хейли с Коннором тоже проголодались. В смысле, так себе подарок. Подарили то, что мне не нравится. Подождите, а где мой подарок? Дариному коню в зубы не смотрят. Как-то грустно немножко стало. Нам пока что никто еще подарки никакие не подарил. Давайте мы пригласим всех за стол. И затем, я думаю, что мы с вами отправимся купаться. На улице теплая погода стоит. Хотя сначала мы можем, кстати, пойти с Кэтрин немножко в садике поработать. Но я думаю, что утром наша Нора точно не откажется от того, чтобы пойти поплавать. Мне кажется, что это отличная идея. Давайте немножко поговорим с Коннором. Мы вроде как с Коннором не особо-то ругались и ссорились. С Хейли у нас очень натянутые отношения. А вот с Коннором, ну, вроде как он просто с нами не общается. То есть он вроде как с нами не ругается, ничего. Но он просто не общается с Норой. Ну, вроде как все в порядке. Давайте скажем, какой же вкусный тортик. Какая вкуснятина получилась у Кэтрин. Подожди, восторгаться едой? Конечно! Мы должны сказать, Кэтрин, большое спасибо за такой, ну, очень вкусный тортик. И я очень рада, что мне приготовили такую вкуснятину. Ребят, вы представляете? Такой вот вкуснейший тортик. И Кэтрин просто молодец, что она действительно встала сегодня в 7 часов утра. И решила приготовить нам торт клубничка. Ну что, предлагаю пойти искупаться. И затем мы, конечно же, займемся делами. Потому что по дому действительно нужно помочь и с уборкой, и с садиком. И вообще, конечно, нужно будет, кстати, нам с вами сделать домашнее задание. Так как Нора стала старше, то ей понятное дело, что нужно будет сделать домашнее задание. Которое, будем считать, что ей прислали, может быть, на e-mail. Ну что, побежали! Побежали купаться! Подожди-ка, а мы вроде как и с этой стороны тоже можем отправиться купаться. Если мне не изменяет память, а ну-ка разворачивайся. И побежали. Заодно я бы хотела хоть с кем-нибудь сейчас познакомиться. Потому что до этого здесь бегали местные жители. Но они как-то, знаете, не особо к нам подходили. А может быть сейчас мы сможем с кем-нибудь познакомиться? Конечно, было бы очень приятно, если бы нам, может быть, Лукас написал. Или мы бы его тут встретили, это вообще была бы бомба. Но я так понимаю, что, скорее всего, мы его на этот день рождения не увидим. Здравствуйте, извините, мы чуть лбами не столкнулись. Кто у нас тут гуляет? Так, подожди, ты кто такая? А ну-ка давай посмотрим. Мы не знаем, кто ты такая, мы можем поприветствовать тебя дружески. И я думаю, что... О, гриль! Ребята, гриль! Гриль, гриль, гриль! Надо будет пойти скушать. Там наверняка что-то вкусное. Здравствуйте! А вы, случайно, не из Винденбурга? Мне кажется, что мы с вами виделись. Давайте мы расскажем анекдот, а как тебя зовут? Извини, пожалуйста, я не вижу, как тебя зовут. Я не вижу, как ее зовут, ребят. Как бы вас не звали, давайте мы с вами поговорим про теплую погоду. И вообще я вам расскажу какую-нибудь интересную историю. О, получен навык комедианта. Это просто прекрасно. Затем я хочу пойти купаться. Я хочу пойти искупаться. Так, смотрите, детишки тут есть. Ну, а вдруг нам повезет, и мы встретим Лукаса? Ты уходишь, да? Ну, ладно, я тоже ухожу. Я пойду поздороваюсь сейчас с птичками. И все. А с кем ты разговариваешь, дорогая моя? С кем ты сейчас разговаривала? Это выглядело крайне странно. А вон и птички. Давайте пойдем поздороваемся. Птички. Подождите, я не могу на них никак навестись. О, вроде бы навожусь, а вроде бы и нет. Мы сейчас поздороваемся с птичками. И вообще было бы здорово, если бы мы завели какие-то отношения, может быть, с крольчишкой. Но, по-моему, возле нашего дома кроликов нет. По-моему, кролики где-то там есть. Если я не ошибаюсь, что такое? Ну, чего ты такая напряженная? Пойди поболтай с птичками, и у тебя сразу все будет хорошо. Главное, чтобы птички к тебе хорошо относились. А там уже никаких проблем не будет. Мы можем пообщаться, и, может быть, птички нам сделают какой-то приятный подарок. Избранный подарок неизвестно. Вот видите, мы мало общались пока что с местной флорой, с местной фауной. Вот, пойдем плавать. Плавать с... Нет, не хочу. Я хочу полежать на воде. Знаете, это, наверное, самый лучший вид отдыха. Просто заплыть на середину этого водоема и просто вот полежать. Просто отдохнуть. Отдохнуть. Посмотрите, какая шикарная погода. Кстати, пока Нора общается, давайте вообще посмотрим, кто чем занимается. Чем занимается Кэтрин? Тебе кто-то названивает, да? Ты просто сидишь... Ты просто сидишь и отдыхаешь. Посмотрите. Кэтрин просто чилит на кресле качалки. Туда, сюда, туда, сюда. А кто будет делами? Слушайте, а может, они не делами хотели заниматься? Может, они просто отдохнуть отправились? Ну, а почему бы и нет? Мне кажется, что это тоже отличный такой вот повод. Они, видимо, решили сбежать из города. Они сказали Нейтану и девушкам, что, мол, как бы, нам срочно нужно уехать. Нам нужно столько дел сделать, а сами просто хотят отдохнуть. Как вы думаете, такое же тоже может быть? Вот теперь мы можем, кстати, все здесь посадить. Хейли с кем-то общается. Привет, мои хорошие птички. Мы, кстати, с этими птичками тоже познакомимся. Я думаю, что раньше здесь было какое-то большое дерево, но, скорее всего, оно высохло. И, скорее всего, Артуру пришлось его спилить. И остался вот такой вот пенечек, и там теперь живут всякие птички. Так, а где, подождите, а где Конор? А Конор просто стоит у зеркала и думает почему-то о раковине. Ну, ладно, думаешь и думаешь. Ну что, плаваем, плаваем. Жалко, что у нас досуг не растет. Вот это прям крайне странно. Честно говоря, я думала, что досуг будет расти, но учитывая, что мы с вами отправились плавать, и у нас должно быть отличное настроение. Но я так понимаю, что досуг как-то имел нас в виду. Имел нас, и не только нас в виду. Мы можем, кстати... Подождите, а кто это у нас тут? А ты кто такой? А ты кто такой или такая? Ты кто? Ты Уильям Крейн. А ну-ка, давай посмотрим на Уильяма. Мы можем с ним, ну, познакомиться, поздороваемся по-дружески обязательно. Это кто? Это Джеймс Бейкер. А почему у нас с Джеймсом плохие отношения? Я знаю, что он муж... Давай-ка посмотрим. Он муж... Он муж... Он муж Джессики. Но почему у нас с ними плохие отношения? Я не знаю. Кстати, это, по-моему, тоже действительно наши соседи из Винденбурга. И я так понимаю, что, наверное, они тоже отправились на природу. Нам срочно нужно в туалет. Так, все, побежали. Побежали в туалет. Кстати, Валери приносит домой 348 символионов, ребят. Обратите внимание, что у нас уже 1850 символионов. Между прочим, так вот, знаете, у нас то Нейтан отправлялся на работу, то Валери отправлялась на работу. И, как вы видите, что с денежками у нас все вроде бы более-менее в порядке. Так, а кто-нибудь еще здесь гуляет или больше никого нет? Нам нужно срочно в туалет. Эту дамочку, кстати, я видела. Кира Эдисон. Но она какая-то, знаете, не особо общительная. Может быть, она просто отправилась на прогулку. Нужно будет обязательно заглянуть под улитку. И тут у нас есть, конечно, очень классная локация. Вот такой вот парк. Ну, как парк. Это скорее даже не парк, а может быть, что-то типа заповедной зоны. Здесь можно и рыбку половить. Но я думаю, что нас пока что туда никто не собирается отпускать. Ты куда собираешься идти? Ты туда собираешься идти? Не-не-не-не-не. Ты туда можешь сходить, может быть, только с Артуром. Ну, например, Артур может взять с собой детишек, может взять с собой нору. И сказать, давайте мы отправимся в то место, куда мы, допустим, ездили вместе с Нейтаном. Это то, что нам с вами надо. Пойдем плавать. Пойдешь со мной купаться? Пожалуйста. Пожалуйста, скажи, что ты со мной... Ты не хочешь со мной идти купаться? Серьезно? Вот прям как-то обидно стало. Ты что, плавки с собой не взял? Не, он не хочет... Да ладно. Согласился? Вау, ребята, по-моему, мы с вами очень удачно съездили за город. То есть, изначально Нора, конечно, немножко переживала. Из-за того, что она не увидит Лукаса. Ей бы, конечно, очень хотелось бы его увидеть. Но я так понимаю, что она увидела кое-кого более интересного. Ну, мне так кажется, я не уверена. Но учтите, друзья мои, что он молодой персонаж. Она подросток, а он молодой. Подожди, ты куда пошел? Это вообще нормальный. Ты вообще... Ага, вот я только хотела сказать, ты вообще нормальный. Ты идешь сюда, куда он пошел плавать? Ребята, они будут плавать? То есть, пока я не сказала плавать и болтать здесь... Он не захотел подходить. Иди сюда, сказала. А ну иди сюда, ты идешь со мной плавать? Слышь, ты красавчик. Может быть, меня нужно как бы увидеть? Вот здесь я в воде. Я здесь нахожусь. Вот уточки, ладно. Проще подплыть к нему. Потому что мне кажется, он сейчас вообще в другую сторону пройдет. И нору он вообще не замечает. Так, красавчик. Я, конечно, понимаю, что ты у нас такой тут прям супер-пупер... Нейтан? Подождите, подождите. А чего нам Нейтан звонит? Солнышко, привет. Это папа. Когда ты к нам приедешь? Я тебя кормил и растил. А ты даже не можешь навестить бедного отца и сказать, что любишь его. Завтра? Да, завтра. Мы завтра, конечно, увидимся. Мы же завтра возвращаемся домой. А интересно, когда он возвращается? Давайте мы расскажем о забавной... Слушайте, ребят, по-моему, она начинает с ним флиртовать. По-моему, она начинает с ним флиртовать. 527 миллионов. Это приятно. А что у нас? Выработан образ жизни без уз любви. Джуди открывает доступ к образу жизни без уз любви. Как интересно. Ребят, ну эти двое, мне кажется, что точно должны поладить. Это называется... Мы собирались в саду немножко поработать. Самую малость. Можно попробовать с ним... Ну, я не знаю, заигрывать. Давайте мы похвалим его внешний вид. Скажем, у тебя татуировка очень красивая. И... Да ты сам... Ну, у тебя шорты классные. Ну, в общем, мы попробуем сейчас с вами придумать какой-нибудь комплимент. Ну-ка. О! Ему понравился наш комплимент. Фух! Я спокойна! Я спокойна. Ребята, ребята, по-моему, у нас с ним сердечки появляются. Ты не хочешь со мной время провести? Давайте проведем время с ним вместе. Заодно мы можем сейчас его привезти к нам домой, скажем. А познакомься с бабушкой, с дедушкой. Может быть, ты хочешь там тортик ску... 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 Скушать. Да. Тортик он кушать точно не хочет. Ну, не хочешь, как хочешь. Пойду птичкам жаловаться. Я пойду птичкам сейчас все расскажу. Мы пообсуждаем перья. Так, подожди, не вертись. Не вертись, говорю тебе. Давай пообщаемся. Спросим, существуют ли птицы. И также я бы хотела еще пообсуждать перья. Ребят, ну как-то обидно прям стало. Мне казалось, что... Ой. Ой-ой-ой. Мы им мешать не будем. Мне казалось, что мы ему понравились. Смотрите! Уайлд Рэббит! Привет, кратистка! Привет! Привет-привет-привет! А ты что здесь делаешь? Ты хочешь мне подарок подарить? Ты мне хочешь подарок подарить? Или Хейли? Кому ты вообще прискакал? Непонятно, кому прискакал. Ребята, внимание, внимание! Он делает домашнее задание. Ребята, Конор делает домашнее задание. Вы представляете? Вы можете себе это представить? Ладно, я пойду. Я расстроилась самую малость. Я действительно надеялась, что он пойдет вместе со мной ко мне в гости. Ребята, он не пошел. Он одиночка. Как интересно. То есть, Питер у нас... Я могу еще немного побыть. Я вижу, как ты можешь немного побыть. Ты можешь где-то побыть, но не со мной. Мне вот интересно. А понравилась ли Нора ему или нет? Или да? Или нет? Слушайте, ребят, я не знаю. Я не знаю, кого выбрать. Вот честно я вам хочу сказать. Нет, ну я, конечно, понимаю, что Питер старше нас. Он у нас одиночка, молодой. Но как бы в этом нет ничего плохого. С Лукасом, да, видите, у нас отличные отношения. Он у нас любит природу. Но, но, но... Привет, подожди, подожди, кролик. Не убегай, пожалуйста. Что такое? Не психуй. Поговори с кроличишкой. Все будет хорошо. Кролик это лечение от любых... От любых грустных мыслей. Ладно. Не хочешь, как хочешь. Давай посадим виноград. А что нам еще делать? Мы могли бы сделать домашнее задание, но... Я думаю, что сейчас Нора точно делать домашнее задание не хочет. А где все? Подождите. А куда все разбежались? А ты чего сердитый, ребята? Почему он сердитый? Вы же только что это самое викидвимселись тут. А чего он такой сердитый? Артур, ты меня немножко пугаешь. У Кэтрин вроде бы все в порядке. А вот Артур какой-то, ну, прям очень злой. Что у них за странные отношения? Ага, вы отправились отдыхать. Ну, в принципе, правильно. На свежем воздухе, когда ты проводишь много времени, я думаю, что, конечно же, спать хочется больше и больше. Так, ты куда пошел? Ты куда, мои хорошие? Я хочу с тобой поиграть. Не уходи. Давай мы с тобой посплетничаем сейчас. Я очень надеюсь, что я смогу все-таки с кроличишкой поближе познакомиться. Ох ты, сколько у нас тут лисиц. Вы только гляньте. Одна лиса, вторая лиса. А ты куда пошла? Ты хочешь мне помочь? Ребята, Кэтрин вышла нам помогать. Слушайте, ну, я, конечно, понимаю, что мои удивления, наверное, звучат очень странно, но это действительно приятно. Я уже, честно говоря, отчаялась и не надеялась, что нам кто-то из персонажей будет помогать. Вы понимаете, что она нам действительно помогает? Она действительно нам помогает. Это очень здорово. Так, ты кто такой? Ты Рахул Чопра. Хорошо, но я хочу Питера увидеть. А где он? Ну, куда он пошел гулять? Куда он вообще отправился? Интересно, а где они сейчас остановились? Я не буду ему писать сообщение. Нет, 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 ребят. Нет, 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 нет. Еще раз нет. Мы ему писать не будем. Привет, Крольчишкин. Привет, как дела? Что такое? Я хочу рассказать тебе анекдот. Я хочу спросить, что снится кроликом. Мы с вами и в Винденбурге пытаемся подружиться с Крольчишкой, и тут. И все равно нам как-то, знаете, не удается. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему с нами кролики не хотят дружить. Но мы же с вами такие милые и хорошие. Ну, прям аж совсем обидно. Прям очень-очень обидно. Ладно, пойдем, наверное, сейчас какую-нибудь книжку почитаем. Хотя, подожди, сначала вообще желательно пойти душ принять, потому что мы там накупались. А вот как-то принять душ, по-моему, мы за эти два дня еще ни разу не успели. И затем, наверное, пойдем... А я бы хотела в этой вышивкой. Не хочешь вязать, да? Ничего ты не хочешь делать? Ну, правильно. Пойди лучше что-нибудь почитай. Мне кажется, что мы можем найти какую-нибудь интересную книгу, ведь у нас и здесь есть книжный шкаф. И, кстати, наверху у нас тут небольшая кладовая, там тоже есть книжный шкаф. Какой комендантский час? Валерий, по-моему, ты уже забываешь о том, что... Что такое? Ты чего здесь стоишь? Давай-ка иди сюда. Иди, пожалуйста, сюда. Мы сейчас с тобой пойдем что-нибудь почитаем. У нас действительно здесь очень много книг. И я думаю, что мы сможем себе быстро поднять настроение. А раз у нас, ну, вроде как с бодростью все в порядке, то мы можем потом пойти еще немножко погулять. И, может быть, я смогу Питера встретить. Ну, хотелось бы его увидеть перед отъездом. Вы только посмотрите, сколько животных у нас на участке. Мало того, что у нас два кролика. Только что я видела, как две лисички от нас убегали. И здесь у нас летают птички. Кстати, давайте-ка подойдем к птичкам, обсуждать перья, попробуем с ними пообщаться. И затем, я думаю, что мы сходим в туалет, умоемся, приведем себя в порядок и, наверное, опять отправимся к озеру. Будем надеяться, что сегодня перед отъездом мы сможем встретить Питера. Понятное дело, что мы ему писать не будем, звонить не будем, ничего делать не будем. Если мы с ним случайно столкнемся, то это, конечно, будет просто идеальный вариант. Ну, а если же нет, то... Ну, значит, нет, а что поделать? Но, так как Питер живет тоже в Винденбурге, то велик шанс, что мы с ним сможем встретиться. Конечно, тот факт, что нам позвонил Лукас и пригласил... Кстати, да, друзья мои, нас Лукас пригласил в Садовые Гномы. У нас, конечно, тут очень интересный такой вот состав этого клуба. Но, с другой стороны, я пока что еще не приняла никакие решения по поводу подарки, вручить, узнать о предпочтениях, должны иметь более высокий уровень отношений. Они не хотят со мной общаться. Видите? Стая улетела и действительно с нами... Подождите, а ты что, решил позаниматься серией... Ребята? Ну, вот наши симы действительно иногда себя ведут крайне странно. То они ничего не делают, то они пытаются нам помочь. Это же просто... Ну, просто уникальные случаи. В общем, я пока не знаю, будем ли мы все-таки с Питером строить отношения или же все-таки с Лукасом, потому что пока что непонятно. Непонятно, кто больше подходит нашей норе. Ребята, вы напишите обязательно в комментариях, как вы думаете, все-таки Лукас или же Питер? Питер или Лукас? Лукас или Питер? Я не знаю! Я не знаю, кого лучше выбрать. Пожалуйста, возьми, наверное... Ну, чем мы с тобой позавтракаем? Нет, готовить мы с тобой не будем. Мы с тобой сейчас пойдем и быстро перекусим. Я думаю, что овсянкой, да? Овсянкой, да. Давай-ка мы с тобой сейчас кушаем овсяночку. И затем пойдем посмотрим, кто же гуляет у озера. Ну, нам нужно встретить Питера обязательно! Я расстроюсь, честно вам хочу сказать. Я расстроюсь, если мы его не встретим. Кстати, так как мы сейчас с вами в садовых гномах, то у нас, по-моему, одно из дел нашего клуба это как раз ловить рыбу. Поэтому мы можем сейчас отправиться на рыбалку. Мы можем сделать вид, что нам клуб дал задание пойти поискать рыбу в местных озерах, в местных речках. Ну, то есть мы же должны как-то сейчас, ну, под каким-то предлогом отправиться. Не только купаться мы ходим на это озеро, но еще мы какие-то дела, может быть, там делаем. Вот как раз идем искать рыбку. Нам нужно сейчас развернуться как-то. И пойди давай, иди сюда. Мы посудку с тобой помыли. И сейчас мы пойдем с тобой ловить рыбу. Так, я надеюсь, что у вас двоих хорошее... Что такое? Кто вонючка? Я не вонючка. Я помыла... Так, подожди, подожди, иди сюда. Куда ты пошла? Привет. Ну, вроде бы у Артура все в порядке. Он ночью был, кстати, такой какой-то немножко сердитый. А сейчас я смотрю, что вроде бы все хорошо. Так, идем. Там я вижу огромное количество людей. Ну-ка, кто там ходит? Мы с вами... Так, подожди, подожди, аккуратно спускаемся. Не надо так шататься. Мы с вами как будто бы невзначай идем гуляем. Мы перейдем на ту сторону. Хотя, подожди, на ту сторону мы с тобой не пойдем. Мы пойдем с тобой вот сюда. Потому что ловить рыбку мы лучше будем с этой стороны. Заодно, возможно, как раз вот там по дорожке будет идти Питер. Там мы с вами его и встретили. И, может быть, как раз сможем снова с ним там пересечься. Куда ты идешь? Ребята, Конор еще и дополнительное задание сделал. Серьезно. Да что с нашими симами такое? То они все делают вовремя, то они ничего не делают. Ну, прям какие-то удивительные у нас сегодня персонажи. Так, пойдем вот сюда. Мне кажется, сейчас кто-то там ловит рыбку. Заодно мы можем познакомиться с персонажем, который ловит рыбку. Аккуратно проходим. Ну, понятная идея, что мы должны с вами идти через все деревья, через все, что у нас тут растет, через заросли. Аккуратненько проходим и идем вот сюда. Да ладно, уже никто рыбу не ловит. Эх, мы, как всегда, не успели. Я осматриваюсь. Я смотрю, чтобы у нас тут нигде не пропустить Питера. Но пока что я его не наблюдаю. Может быть, он позже появится, я не знаю. Но нам в 3 часа дня нужно будет отправляться домой. И, как вы понимаете, если нам сейчас нужно будет отправляться домой, то, конечно, мы его вряд ли сможем уже встретить. Я не знаю, пару часиков мы, конечно, возле озера проведем, но специально его искать мы с вами точно не будем. Мы же с вами Нора. Популярная девочка. Ну, в будущем популярная девочка, поэтому мы будем ждать, когда Питер сам к нам подойдет. Вот и закончился отдых, и пришла пора возвращаться в Винденбург. И вы не поверите. Но в самую последнюю минуту к нашей Норе подошел Питер. И у меня вылезла табличка «Нужно возвращаться домой». Знаете, вот прям очень обидно стало, прям совсем обидно. Но я очень надеюсь, что, может быть, он нам смс-ку напишет, или как-нибудь позвонит и пригласит куда-нибудь сходить. Кстати, да, я очень надеюсь, что я добавлю информацию о Питере, потому что, мне кажется, у меня небольшой кусочек ролика глюканул как раз в тот момент, когда Питер подошел впервые к Норе и решил с ней познакомиться. Она стояла, разговаривала с Нанами, и тут к ней подходит такой симпатичный молодой человек. Он разговаривался сначала с Нанами, потом с нашей Норой. Ну, и в итоге вы видели, что получилось. Ну что, давайте посмотрим, что у нас тут дома. Может, кто-то решил пропылесосить? Нет, никто не пылесосил, но мы с вами... А ну-ка, давай посмотрим. Мы же с вами теперь можем нормально пропылесосить. Подожди-ка, а ты чего, не хочешь пылесосить? Давай это будет твой любимый, портативный... А чего ты не хочешь пылесосить? Ты не хочешь пылесосить? Серьезно? Давай мы пойдем наступим. Мне кажется, нам нужно избавляться от пыли, потому что, если так и дальше пойдет, то я даже не представляю, во что наш дом превратится. Кстати, между прочим, Валери получила повышение, повышение. И Джоди тоже прошла прослушивание и получила роль и отлично справилась со своей ролью. В общем, я вижу, что у нас, ребята, тут, в принципе, без нас нормально так денежки подзаработали. Ой, что это такое? Это оладьи великолепные. Ребята, давайте-ка возьмем порцию оладьев. И теперь у нас с вами огромное количество возможностей. Вы представляете, сколько всего теперь мы можем с вами делать? Нам нужно будет помыть пол. И затем я хочу, конечно же, ребята, все постирать, поубирать. Мы это... Артур скоро будет отмечать день рождения? Точно, ребята. Точно, точно. Никто мне не хочет помочь с уборкой. Давайте попросим Артура. Помоги мне, пожалуйста, потом с уборкой. Я тебя очень прошу. А чего Джоди такая нервная? Да чего какая-то нервная, рассерженная? Что случилось? С кем ты разговариваешь? И она, кстати, в последнее время достаточно часто болтает с Валери. Они прям, знаете, как-то, ну, сошлись, начали много времени вместе проводить. Знаете, меня это немножко, конечно, удивляет, но с другой стороны, ну, общаются, и это очень хорошо. О, Нейтан еще 527 миллионов принес. Ребята, ну я его поздравляю. Кстати, тебе желательно потом сделать домашнее задание. Я вот думаю, может быть, Питеру сообщение написать? Может быть, ему написать, спросить, как у тебя дела, ты уже вернулся в Винденбург или нет? Он точно живет где-то по соседству. Давайте посмотрим. Значит, здесь живет наша вампирша, не вампирша. То ли они живут здесь. А ну-ка, давай посмотрим. Дэвис, нет. То ли они живут... Бейкер! Да, ребята, я же говорила, что они... По-моему, здесь. По-моему, в этом доме. Может быть, я, конечно, ошиблась. Но, по-моему, Питер вместе со своей семьей живет как раз вот в этом доме. А если они живут в этом доме, то, как вы понимаете, это просто идеальный поворот. Джессика! Да, ребят, Джессика Бейкер, она у нас приметный новичок. Это же его мать. Ребят, может быть, нам с его матерью поближе познакомиться? Так, а ну-ка, давай-ка мы поделиться фотографиями. Давайте мы дружелюбно поговорим о текущей погоде. Скажем, Джессика, привет! Мы же с тобой виделись. Вот совсем недавно, вчера, буквально, в Хэнфорде он Бегли, куда ты побежала? Ну, почему от меня все убегают, ребят? Ну, это несправедливо. Это же несправедливо. Только мы с вами выходим поговорить с персонажем, как все разбегаются. Кстати, счета. А нам не надо, да? Не надо оплачивать счета, это хорошо. Это прямо очень хорошо. Кто чем занимается? Конор пошел принимать ванну. Хейли тоже принимает ванну. Джоди, Джоди с кем-то болтает. Валери сидит. Да ладно, она от нас убегает, ребят. Она не хочет с нами болтать. Вот прям как-то совсем обидно стало. Ну, ушла и ушла. Мы, конечно, можем постоять здесь возле дома. Подожди, а может, все-таки ты со мной поболтаешь? Ну, давай поговорим. Ну, проведи со мной время. Я хочу тебя узнать получше, чтобы узнать о твоем сыне чуточку больше. Он такой же симпатичный, такой классный. Я с ним познакомилась тоже вчера, кстати. Что у нас тут за картины? Можно забрать? Это что такое? Это картина за 101 симмиллион, но я думаю, что покупать мы ее точно. Не будем так. А это кто такой? Это Уильям Клиффорд, который, видимо, хотел забрать картину, но решил, что, видимо, лучше не надо это делать. Может быть, Джессика со мной все-таки побудет какое-то время? Я хочу ее узнать поближе. Давай мы покажем ей какую-то пародию. И затем мы можем ей какой-нибудь анекдот рассказать. Мне кажется, что познакомиться сначала с матерью парня было бы очень даже неплохим вариантом. Ну, то есть, может быть, она нас в гости к себе пригласит. Может быть, она потом как-то, ну, не знаю, расскажет Питеру, какая мы милая девушка и какие мы хорошие. И вообще, Питеру желательно чуть больше времени проводить. Говорить про зной, да, давайте поговорим. Чуть больше времени лучше Питеру проводить с Норой. Хотя, не знаю, ребят, не знаю, получится ли нам построить с ним отношения или нет, потому что чувствую, что это будет очень и очень трудно. Чем занимается Кэтрин? Кэтрин с кем-то болтает. Слушайте, им все сегодня звонят. Кто им звонит? По какому вопросу? Вообще непонятно. Чем занимается Нейтан? Нейтан? Нейтан пошел убирать. Ребят, ну, сегодня просто серия уникальных случаев. Уникальных поворотов. Я бы так сказала даже. Ты что делаешь? Ты пошла кушать? Правильно. У нас же тут огромное количество всяких сущий кошмар. Ей не нравится фитнес? Ну, хорошо. Пусть ей не нравится фитнес. Хотя, по-моему, Джоди очень активно даже занимается спортом. Она любит тут пресс качать, отжиматься. Поэтому это как-то очень странно звучит. Но сейчас мы должны с вами посмотреть, что такое. Тебя она все-таки оставила. Только хотела сказать, чем занимается наша Нора. Но, видимо, у Джессики действительно там какой-то сериал начинается или еще что-то. Я хочу попросить ее сделать домашнее задание. Домашнее задание. Может быть, нам Кэтрин сейчас захочет помочь с домашним заданием? Пожалуйста. Пойди сделай Лукас. Прийти к нему в гости. Я бы Лукаса. Хотя, подождите. Нет, 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 нет. Мы сейчас к нему точно в гости не пойдем. Вы же видите, 8 часов вечера практически. У нас комендантский час, по-моему, сколько у нас? 9 должно быть часов вечера. Ну, в общем, вы же понимаете, что нам, скорее всего, влетит. Поэтому я думаю, что к Лукасу мы можем отправиться в понедельник. Либо же мы можем, например, Лукаса пригласить к себе в гости. Ну, сделаем вид, что мы хотим отметить день рождения. Подожди, ты куда побежала? Ты решила здесь сделать домашнее задание? Ну, в принципе, я не против. Дело здесь. Ну, что, друзья мои, в этой серии Нора стала старше и она познакомилась с очень интересным парнем. Получится ли с ним построить отношения или же мы все-таки будем строить отношения с Лукасом, это мы узнаем уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»